друзья привет на связи от скрайбер и наконец-то у нас сегодня самсунг в нашем обзоре это средний бюджетный телефон компании samsung новинка прошлого года samsung galaxy a3 а если ты любитель небольших телефонов в 2018 году то для тебя это самое то где же взять денег на samsung 2018 году ответ в начале скрайб характеристики потом посмотрим на внешний вид и подведем некоторые токи лоток под сим-карт находится на верхней грани здесь две комбинации или 2 наносим или 1 наносим и 1 микро sd экран здесь небольшой 4 и 7 дюйма два с половиной до и стекло супер amoled разрешение 1280 на 720 312 точек на дюйм а в целом экран неплохой хорошие краски хорошие цвета для такого небольшого экранчика хорошая детализация беспроводные модули связи в этом отношении у самсунг все в порядке это и во всех нужных бендах вайфай bluetooth 4.2 и также есть nfc отлично работает с помощью samsung pay операционная система здесь android 7.0 и фирменная оболочка от samsung называется она samsung experience по поводу оболочки тоже немного позже с вами поговорим камера здесь 13 мегапиксельная со светосилой 1.9 снимает в футболе разрешение стабилизации видео нет и фронталка на 8 мегапикселей снимает также она в футболе качестве примеры фото и видео вы увидите дальше в обзоре поддержка двух сим-карт присутствует что касается железо на борту собственный процессор exynos 7870 и если такого сравнить со снапдрегоном то где-то 625 снапдрегон но если можно сравнить то это приблизительно вот что-то в этом районе видео ускоритель mali t830 2 гигабайта оперативки 16 встроенной причем доступно из коробки только 10 гигабайт памяти но есть возможность поставить sd карту на 256 гигабайт в новом тестере antutu он набрал 62 тысячи бэм чумарок кстати вот сейчас ссылочка появится сверху про новые antutu как им пользоваться и в общем показывает он бэм чумара гораздо больше чем нужно есть миниджек и юсб 3пс есть также защита от воды и пыли по стандарту ip68 для этой ценовой категории это победа друзья телефон может проводить до получаса на глубине до полутора метров без ущерба для работоспособности отлично это честно говоря сильный ход со стороны samsung за эти деньги нам предложили непромыкаемый корпус скромные деньги хорошие возможности samsung круто звуки с динамиков нормальный динамик небольшой но для повседневки его хватает в наушниках звук отличный сканер отпечатков здесь работает шустро быстро без нареканий а батарея здесь она небольшая но держит она заряд достаточно бодро если можно так сказать хватает ее на два дня при средней нагрузке конкурент этого телефона iphone с я но конкурент в каком смысле в ценовой категории это конкурент во всем остальном скорее всего нет цена этого телефона около 17 тысяч рублей или же 290 долларов плюсы и минусы этого телефона первый самый жирный плюс это защита от войны и пыли ip68 второй плюс он очень компактный для 2018 года это круто 3 небольшая батарея держит заряд достаточно долго ну и четвертый плюс это функция always on о которой я расскажу вам немного попозже в этом обзоре из минусов слабый процессор за эти деньги 2 минус 16 гигов постоянной памяти очень мало и третий минус это его цена прежде чем мы перейдем к следующему пункту прошу вас подписаться на этот канал таким образом вы его поддержите сделайте пожалуйста репост любой соц сети если есть возможность то это будет очень круто а если в вашем детстве лайки это были просто собаки то обязательно поставь лайк к внешнему виду а передняя панель это узнаваемые дизайна от samsung в частности благодаря логотипу компании который находится над экраном сверху разговорный динамик фронтальная камера и датчики внизу две сенсорные кнопки и кнопка домой механическая в которой встроен сканер отпечатков пальцев задняя панель тоже узнаваемая все лаконично просто глазок камеры вспышка закругленные края по углам обеспечивают хорошую эргономику и телефон очень комфортно держать в руках а лоток подвет сим-карты находится сверху как это принято у самсунгов одна из самых интересных фишек перекочевавших samsung galaxy s7 на смартфон линейки samsung galaxy a 2017 года это постоянно включенный always on display смартфон умеет непрерывно за исключением тех случаев когда телефон лежит в кармане или же в сумке выводить на экран текущее время дату уровень заряда батареи и значки уведомлений в том числе и сторонних приложений в настройках можно выбрать для отображения календарь или просто изображение а также настроить внешний вид часов фоновые рисунки шрифты и цвета ну и так далее спасибо экономичному amoled экрану отображая черный цвет пиксели этого экрана не тратит энергию батареи и благодаря этому amoled дисплею стал возможной осуществить эту функцию на lcd матрицах подобные решения заметно сказалось бы на времени работы от батареи корпус этого телефона очень марки и собирает на себе все отпечатки пальцев если одеть чехол то эта проблема решается фирменная оболочка под samsung samsung experience выглядит точно так же как на флагманских смартфонах samsung и знаете эта оболочка мне понравилась она мне прям зашла если честно то чувствуется что это какая-то флагманская оболочка открываем шторку сверху есть значки которые включают полезные функции например экономия энергии точка доступа цветовая настройка экрана включение always дисплея ну и так далее но если в целом даже зайти в настройки этого телефона то все как-то разложено по пунктам нет путаницы и ты все понимаешь куда нажать чтобы там получить определенный результат за время использования телефона система не лагала не тормозила и здесь видна работа samsung по настройке софта как и у galaxy s 7 у galaxy a 3 2017 года предусмотрена защищенная папка область в памяти смартфона доступ который дополнительно ограничен и осуществляется через сканирование отпечатка пальца туда можно переместить данные фото программы которые хочется дополнительно защитить от посторонних глаз и можно даже клонировать установленные приложения чтобы использовать их в защищенной папке другими аккаунтами и действительно это очень классная функция которую в некоторых телефонах не хватает еще одной фишкой телефона можно назвать фото с помощью голоса давайте посмотрим следующее видео сфотографировать раз и мы видим сфотографировать примеры фото в начале тест на линзы и детализацию делаем увеличение результат пока неплохой еще раз увеличим и видим что третья линия полосочек уже не такая четкая за эти деньги хотелось бы результата получше далее просто фото при комнатном освещении со штатива кропаем и детализация не очень причем я подчеркну это со штатива при плохом дневном свете результат такой же плюс минус хороший но также появились шумы но и при хорошем освещении получается достойные снимки все это сделано со штатива а сейчас давайте посмотрим пример видео с основной камеры фронтальная она зачем-то программно замыливает лицо и при этом пропадает всякая детализация есть намек конечно на боке но все это честно говоря не важно и причем эти настройки никоим образом не меняются то есть программный как-то не убрать ну и посмотрим пример видео с фронтальной камеры который понравился мне гораздо больше это запись на фронтальную камеру и так удобно в руке лежит одним пальчиком все перечелкивается на раз два три четыре так что советую вам в этом отношении единственное что мне не устроило на самом деле это его цена это не айс для этого телефона но есть и на все есть хорошая фронтальная камера игры если честно то я думал что все будет лагать играть на нем будет не очень но знаете поиграв немного в асфальт я понял что на средних настройках этот телефон будет летать без проблем а также интересно расположение динамика в таком положении когда вы играете или смотрите видео он находится сверху и пальцами руки вы не закрываете динамик когда играете и звук не приглушается и не искажается это одна из находок самсунга мне очень понравилось итак мы подведем некоторые итоги samsung galaxy a 3 красивый удобный смартфон для тех кто не видит смысла в больших экранах привык там печатать текст на такого маленьком экранчике телефон имеет и на все то есть можно расплачиваться без проблем как мини кинотеатр его использовать конечно же невозможно читать как электронную книгу он тоже не подойдет в целом один из плюсов как я уже говорил это защита от воды мне кажется вот на это надо ставить в этом телефоне дизайн этого телефона но такой простецкий дизайн телефонов компании samsung не флагманских телефонов мне всегда не нравился и здесь у меня тоже честно говоря не очень нравится вот такие выводы по поводу этого телефона друзья пользуйтесь обязательно кэшбэком есть он в описании с вами был я эд скрайбер всем позитива добра хорошего настроения скоро обзор линеек телефонов компании samsung до скорых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайки и все будет окей пока пока